Издательство Эксмо Анна Тотт После ссоры Пролог Хардин Я стою на замёрзшем асфальте. Меня засыпает снегом, но я этого не чувствую. Я ощущаю лишь дыру в груди. Зед выезжает с парковки, а рядом с ним в машине сидит Тесса. При виде этого я в отчаянии падаю на колени. Я не мог такого представить. Даже в самом ужасном чёртовом кошмаре я не мог подумать, что когда-либо почувствую такую боль. Боль потери, как её называют. Я ни о ком и ни о чём не заботился. Никогда не испытывал потребности в том, чтобы кто-то был рядом, чтобы был только моим. Не хотел к кому-то так страстно привязываться. Паника. Абсолютная и бесконечная чёртова паника из-за того, что я потерял её. Не входила в мои планы. Всё должно было быть просто. Переспать с ней, получить деньги и утереть нос Зеду. Вполне стандартно. Только вот всё пошло не так. Вместо этого светловолосая девчонка, которая носит длинные юбки и, как одержимая, составляет длинные списки дел, запала мне в самую душу. И я влюбился в неё так сильно, что сам не мог в это поверить. Я не осознавал, как сильно её люблю, пока меня не стошнило в раковину, когда я показал своим грёбаным друзьям доказательства потерянной девственности. Я ненавидел себя за это. Ненавидел каждый миг того дня. Но на этом я не остановился. Я выиграл спор, но потерял то единственное, что делало меня счастливым. И вместе с ним я потерял те крохи доброты, которые она обнаружила во мне. Одежда намокает от снега. Мне хочется винить отца за то, что он передал мне подобные наклонности. Мне хочется винить мать за то, что она слишком долго оставалась с ним и родила такого идиота, как я. Мне хочется винить Тессу за то, что она когда-то заговорила со мной. Чёрт возьми! Мне хочется винить всех! Но я не могу. Я сделал это. Я погубил её и всё, что у нас было. Но я пойду на всё, что угодно, лишь бы исправить свои ошибки. Куда она теперь отправится? Смогу ли я её там найти? Глава первая. Тесса. Это длилось больше месяца. Всклипываю я, когда Зет завершает объяснение, как они заключили пари. Болит живот. И я закрываю глаза в надежде, что боль ослабнет. Знаю, он всё придумал оправдание. Просил дать ему больше времени и уменьшить сумму, которую он получил бы в случае выигрыша. Это было странно. Мы даже думали, что он просто одержим мыслью о победе. Типа хотел что-то нам доказать. Но теперь я всё понимаю. На секунду Зет замолкает, вглядывается в моё лицо. Он только об этом и говорил. В тот день, когда я позвал тебя в кино, он сорвался. После того, как он дал тебе задний ход, он чертовски разозлился на меня и велел мне держаться от тебя подальше. Я просто перевёл всё в шутку, потому что думал, что он напился. Он... он рассказал тебе про ручей и про... всё остальное? Задавая этот вопрос, я задерживаю дыхание и вижу в его глазах сочувствие. О, боже! Я закрываю лицо руками. Он рассказал нам всё... в смысле... совсем всё. Тихо говорит он. Я ничего не отвечаю. И выключаю телефон, который не переставал вибрировать с того момента, как я вышла из кафе. Он не имеет права мне звонить. Где теперь твоё общежитие? Спрашивает Зет. И я замечаю, что мы добрались до кампуса. Я живу не в общежитии. Мы с Хардином... У меня едва получается закончить предложение. Он уговорил меня переехать к нему всего неделю назад. Не может быть! Удивляется Зет. Может. Он настолько... Он просто... Я запинаюсь и не могу подобрать подходящие слова, чтобы описать, как он жесток. Я не знал, что всё зашло так далеко. Я думал, как только мы увидим, ну, доказательства, то с ним всё будет как обычно. Каждую ночь новая девушка. Но потом он исчез и почти не подходил к нам, если не считать вечера, когда он появился на пристани и попытался уговорить меня и Джейса не рассказывать тебе. Он предложил Джейсу чёртову кучу денег, чтобы тот держал рот на замке. «Предложил денег?» — переспрашиваю я. Ниже Хардин опуститься уже не мог. С каждым новым отвратительным разоблачением пространства внутри грузовичка Зеда кажется мне всё теснее. «Ага. Джейс, конечно, обратил всё в шутку и сказал Хардину, что будет помалкивать». «Но ты не согласился?» — спросила я, вспоминая сбитые костяшки пальцев Хардина и синяки на лице Зеда. «Не совсем. Я сказал ему, что если он сам в ближайшее время тебе не признается, то это сделаю я. По-видимому, эта мысль не пришлась ему по вкусу». Он показывает на своё лицо. «Если тебе от этого станет легче, то, я думаю, ты действительно важна для него». До свидания.